Дорогие наши педагоги, хотелось бы от всего сердца поздравить вас с Днём Учителя, особенно те, которые несут сегодня свет веры, свет любви и свет надежды. Хочу обратиться к вам, потому что без веры сегодня очень трудно преодолеть те испытания, искушения, соблазны, которые выпадают на жизненном пути наших воспитанников. Мы понимаем, как сегодня непросто работать в школе. Сколько у вас препятствий, сколько искушений, сколько проблем и не только в школе, и дома, и на работе, и в общественной жизни. Но именно вера – это то, что поможет нам всё преодолеть. Мне хотелось бы пожелать вашим семьям мира и благополучия. Порой вы отдаёте все свои силы детям, а на своих детей сил просто не остаётся. Вот хотелось бы пожелать, чтобы Господь укрепил ваши силы и дал вам возможность воспитать детей для будущей жизни и укрепить своих собственных детей молитвой ко Пресвятой Богородице и к Спасителю нашему Иисусу Христу. Хотелось бы сказать о том, что и в это непростое время мы не расстаёмся с вами. Впереди у нас Кирилла Мефодьевские образовательные всекубанские чтения. В этом году мы будем проводить их дистанционно. Да, к сожалению, время такое, что не позволяет собраться нам, как прежде, вместе. Но сегодняшние технологии позволяют нам быть вместе даже на расстоянии. Почему? Потому что мы едино верны, единодушны и единомысленны вместе с вами. И очень верится, что все те, которые работают, особенно в области духовно-нравственного воспитания и просвещения, будут иметь особое укрепление от Господа. Потому что в Священном Писании так и говорится. Там, где увеличивается грех, там преизбыточествует и благодать. Сегодня много греха в мире, много раздоров, много ссор, много непонимания, зависти, осуждения. Но верьте, что именно в этой огненной среде благодать Духа Святаго, вся немощная врачующая и вся оскудевающая восполняющая, обильно не спосылается на верующие сердца. Хотелось бы пожелать вам здоровья. Пусть Господь укрепит вас в добром здравии и поможет осуществить вам все ваши задуманные мечты. Пусть Господь поможет вам воспитать детей не только для временной жизни, но и для жизни будущего века, для неба, для радости, для вечной жизни. И Сам Бог пусть способствует и помогает вам осуществить ваши мечты.